Что пошло не так с Overwatch, с некогда популярнейшим шутером, который привел огромное количество людей в киберспорт? Как так вышло, что эта игра пользуется популярностью только на сайтах с экзотическими распаковками и одинокими училками в радиусе 5 километров? И как мы дошли до того, что у зрителей даже на этих сайтах интерес к игре близится к нулю? Статистика актуальная, можете мне поверить. А если без шуток, то в этой новой рубрике на моем канале мы будем с вами разбирать взлеты и по большей части падения тех или иных игр. Ну а сегодня мы с вами говорим про Overwatch. Эта игра для меня по-особенному важна. Ведь именно Overwatch в далеком 2017 году пробудил во мне зрительский интерес к киберспорту. И в этом видео мы с вами посмотрим на всю историю Overwatch, как эта игра пришла от статуса всеобщего любимца к состоянию, когда Blizzard стала синонимом слова «плохо», а фанаты с большим удовольствием обсуждают пятую точку трейсера в Overwatch 2, нежели трейлер самой второй части, которая вызывает у фанатов просто ноль эмоций, что для игры Blizzard очень, очень плохо. А ведь по меркам индустрии относительно недавно все было совсем иначе. Нельзя сказать, что анонс игры в 2015 году прошел спокойно. Я помню волнение в интернете от анонса. Многие хардкорные фанаты Blizzard были злые, и сейчас я могу их понять. Любимая студия выпускает новое IP, которое по своей сути является шутером с заделом на киберспорт. Многих пугало, что игра может превратиться в новую Лигу Легенд, или в Доту, или в Counter-Strike. В игры, где по большому счету уже нет места веселью, а есть место лишь соревновательному аспекту для совсем уж токсичной аудитории. И вот в 2016 году состоялся релиз. И это было что-то с чем-то. Про Overwatch знали, по-моему, вообще все. Помню, как в школе на переменах мы с пацанами сидели на ранцах в коридоре перед занятиями и пересматривали трейлер с геймплеем. Я надолго запомню это чувство восторга и непонимания того, что я вижу. После Counter-Strike и батлы, увидев командный шутер с персонажами, интересным лором, способностями и крутым визуалом, который отдавал атмосферу анимационных проектов в Pixar, я был просто потрясен. Ну и поскольку мы с вами говорим про Overwatch, само собой не обошлось и без скандала. Тогда они были совсем уж незначительные, но все-таки положили начало тому, что мы с вами имеем на данный момент. Победная поза Tracer с пикантным ракурсом стала темой, которую обсуждал весь интернет. После чего разработчики из Blizzard быстренько вырезали эту позу из игры. И все для того, чтобы определенная прослойка населения, борцов за свободу в Твиттере угомонилась наконец-то и перестала раздувать скандал. Но кто бы мог подумать, к чему это все приведет в будущем. Но до этого еще далеко. На тот момент Blizzard были еще белыми и пушистыми. Их все любили и они отвечали взаимностью. Они выпускали крутейшие синематики, ради которых друзья просто собирались у кого-нибудь дома и смотрели их на большом экране. Настолько они были крутыми. Было много обсуждений лора, сюжета, персонажей. И все строилось вокруг синематиков, которые были настолько классно поставлены, что зрители просили, умоляли Blizzard сделать какой-нибудь отдельный мини-сериал, ну или выпустить полнометражку. Также многие хвалили ценовую политику. По своей сути, первый Overwatch не имел никакой сюжетной кампании. Это был исключительно мультиплеерный проект. И Blizzard решили продавать его за 40 долларов, чтобы, так сказать, входной билет в Overwatch стал ниже и еще больше людей могло его себе позволить и купить. К сожалению, на консолях игра стоила по-старому 60 долларов, но на ПК многие оценили этот жест доброй воли. И Blizzard продолжали стараться. Blizzard максимально подняли свою карму после анонса того, что никаких платных DLC и платных обновлений к игре никогда не выйдет. Игра будет абсолютно бесплатно обновляться и все будут получать новый контент от разработчиков сразу же. И в 2016 году это было откровением, поскольку очень многие разработчики сторонние еще практиковали продвижение своих обновлений в виде платных отдельных DLC. А тут за 40 долларов у вас еще и контент бесплатный будет появляться в игре. Это ж просто сказка. К слову о бесплатном контенте. Фанаты от Blizzard ничуть не оставали и начали создавать пикантные видео с персонажами по Overwatch. И в тот момент это стало чем-то очень странным, поскольку в 2016 году создавать подобные видео с персонажами из видеоигр это было что-то совсем новое. И многие говорили, что возможно это какая-то хитрая рекламная кампания, но лично я думаю, что это просто фанаты сделали свое дело. Подумайте сами. Персонажи выглядят привлекательно. Был скандал насчет пятой точки одного из героев. Я уверен, что народ просто подхватил эту тенденцию и стал развивать в своем особом направлении. И начинающие ребята делали в Source Filmmaker эти видосы, а настоящие профессионалы взялись за Blender. И их работы выглядят особенно качественно. Даже на примере этого контента можно заметить, как сильно Overwatch повлиял на все медиапространство, которое окружает нас с вами. Многие популярные стримеры на Твиче, которых вы смотрите, это люди, которые являются бывшими профессиональными игроками в Overwatch. И во многом они получили свою популярность благодаря этой игре. И неизвестно, как бы выглядел современный YouTube и Twitch без всех этих людей. И вообще, да, Overwatch на самом деле это маленькое событие, которое очень сильно повлияло на большое количество людей. И вот так вот мы плавно с вами подошли к киберспорту по Overwatch. И тут у игры начинаются проблемы. На самом деле Overwatch, хоть и был разработан немного с прицелом на киберспорт, он все еще являлся тогда аркадным шутером для всех и каждого. Что вылилось в огромные продажи. За первый месяц у игры было 10 миллионов игроков. Это просто рекорд. Был и успех для Blizzard, как для компании, которая никогда не делала шутеры от первого лица. В то время разработчикам не было вообще никакого дела до киберспортивной арены. Они занимались исправлением ошибок, фиксили баги, оптимизировали работу серверов. Поскольку 10 миллионов человек за первый месяц это отличный результат, к которому никто не был просто готов. И надо было как-то решать все вопросы, проблемы и как-то параллельно делать контент для будущих обновлений. Поскольку народ его требовал. И из-за этого первые киберспортивные матчи вокруг Overwatch'а строились, скажем так, на неофициальной, нелегальной основе. То есть Blizzard никак не поддерживала эти матчи. И из-за этого другие организации стали проявлять интерес и устраивать розыгрыши определенных сумм денег вокруг этих маленьких киберспортивных заруб. Которые тогда еще не предвещали такого огромного бума и успеха. И тогда-то начинающие киберспортсмены встретились с определенными проблемами. Поскольку игра создавалась как аркадный шутер изначально для всех и каждого. Была проблема с излишней цветастостью и перегруженностью определенными спецэффектами. То есть игра смотрелась ярко, пестро, красиво, но было решительно непонятно вообще никому из зрителей, что вообще происходит на экране. Происходил какой-то лютый замес и это вы могли понять. Но кто когда ультанет, какие предпринимает действия, где находится враг, понять было очень сложно. Посмотрите на футбол. Вы тут прекрасно видите игроков, вы видите поле, мяч и ворота. И вам надо попасть мячом по воротам. Все очень просто и понятно. В Overwatch зарубы выглядят настолько красочно и сочно, что вы можете просто потеряться и не понять, что произошло. И это было большой проблемой, поскольку наблюдать за всем этим киберспортом тогда было очень-очень сложно. Вы должны были либо отлично разбираться в игре и понимать, кто как действует, либо просто молча смотреть, не понимая, что происходит, в надежде, что ваша любимая команда победит. И это накладывало определенные ограничения. Но, как мы все с вами знаем, с большими деньгами приходят и большие амбиции. И Blizzard, увидев нарастающий интерес публики к киберспорту по Overwatch, решается на инвестицию огромной суммы денег в киберспортивную движуху вокруг своего проекта. Появляется Overwatch League, куда стремятся все киберспортсмены. Появляются как раз таки команды, которые в будущем будут биться за денежные призы. Арендуется огромные стадионы, офисы, нанимается персонал, который занимается организацией. И все это вокруг одной новой игры. Популярность Overwatch тогда возросла до нереальных каких-то масштабов. О игре знали все, и все так или иначе смотрели на нее по-своему. Кто-то просто играл, кто-то хотел стать киберспортсменом, а кто-то был просто зрителем, которому было интересно наблюдать за своей любимой командой и за своим любимым игроком, который так или иначе помогает своей тиме затащить. И это было интересной эпохой, поскольку у Overwatch тогда было аж 30 миллионов пользователей по всему миру. Это ошеломительный успех, который поддерживался экосистемой, в которую вливали огромные деньги. Эта экосистема не только поддерживала интерес у уже преданных игроков, но также извлекала новых пользователей, а также создавала огромное инфополе, которое служило неплохой рекламой для Blizzard и Activision со своей игрой и будущими проектами. И, к сожалению, на момент съемок этого видео в 22-м году киберспортивная вот эта вся движуха по Overwatch'у свелась почти что на нет. Никому почти нет тела и все это рухнуло из-за кучи скандалов и проблем вокруг Blizzard. Вторая половина 21-го года ознаменовалась громким судебным разбирательством с топ-менеджерами Activision Blizzard, которых обвиняли в домогательствах и дискриминации женщин внутри компании. Это привело к коллективному иску от инвесторов к серьезным разбирательствам и увольнению руководящих сотрудников. Дошло даже до того, что сотрудники Activision Blizzard массово подписали петицию с требованием убрать Бобби Котика с поста главы компании. Расследование инцидентов, связанных с домогательствами и дискриминацией женщин внутри компании, длилось около трех лет. Но широкую известность оно получило после того, как Департамент по защите трудовых и жилищных прав штата Калифорния подал иск на Activision Blizzard, обвинив студию в корпоративной культуре студенческого братства. Согласно обвинению, сотрудницам компании осознанно платят меньше, чем их мужчинам-коллегам, и у них меньше шансов пробиться выше по карьерной лестнице. Кроме того, отметили и тот факт, что женщины подвергаются сексуальным домогательствам и жалуются на это руководство. В свою очередь, руководящие сотрудники никак не реагируют на жалобы, хотя полностью осведомлены о положении дел в коллективе. На что руководство Activision Blizzard выразило сомнение в актуальности и правдоподобности этих обвинений. Сказали они, мол, описываемые положения дел не соответствуют текущему, и все эти инциденты вообще вырваны из контекста. Как вы можете понять, такой ответ не устроил бывших и текущих сотрудников компании. 2600 работников Activision Blizzard подписали открытое письмо, в котором раскритиковали официальную позицию студии и назвали этот ответ отвратительным, мерзким и неприемлемым. Чуть позже работники устроили протестную акцию, и в то же время сотрудников поддержали игроки World of Warcraft, и они организовали внутриигровые протесты и отказались от своих платных подписок. Кроме того, блогеры на ютубе отказались рекламировать и обозревать игры Activision Blizzard. В свою очередь, компания не стала наказывать сотрудников за протесты, из-за скандалов федеральные регулирующие органы США по ценным бумагам завели расследование деятельности студии. Комиссия по ценным бумагам и биржам США запросила у компании протоколы заседаний Совета директоров Activision с 2019 года, личные дела шести сотрудников и соглашения об увольнении. Кроме того, по этому делу в суд вызвали несколько руководителей компании, включая Бобби Котика. Благодаря протестам, новость об иске широко разнеслась по всей сети. Акционеры студии указали на то, что они не были в курсе положения дел в компании, и для них эта новость о домогательствах и дискриминации стала неожиданностью и большим сюрпризом. Акционеры, само собой, обвинили руководство в сокрытии важных фактов о работе студии, и решили подать на него коллективный иск, и в частности в этом заявлении было имя Бобби Котика. Опять, буквально сразу же, за новостью о коллективном иске от инвесторов, появилась информация об уходе президента и главного операционного директора Blizzard, Алена Брека. Ален Брек не рассказал, почему он ушел из компании, но, вероятно, увольнение связано с двумя исками. Брек также упомянут в списке лиц, обвиняемых в бездействии в ответ на жалобы о дискриминации и домогательствах. Сторона обвинения настаивает, что он ничего не предпринимал, хотя был осведомлен о неподобающем поведении сотрудников. Но кроме Брека, в исковом заявлении напрямую указано имя Алекса Афрусиаби. Он работал над World of Warcraft, в том числе на должности креативного директора. На мероприятии BlizzCon в 2013 году Алекс активно приставал к сотрудницам, признавался в любви, пытался целовать, обнимал и звал их замуж. При этом, как указано в иске, Афрусиаби не стеснялся делать это при других коллегах и руководителях. И им, его коллегам, иногда приходилось его пытаться как-то оттащить от девушек, поскольку он был просто невменяем. В 2020 году, после внутреннего расследования, его уволили, как раз за инциденты с домогательствами, которые произошли на BlizzCon. Сейчас вы удивитесь, но внутри студии Activision Blizzard появился локальный мем под названием «Номер Козби». Он появился в то же время, когда проходил BlizzCon 2013 года. А посвящен этот мем номеру в отеле, в котором жил Афрусиаби. Это не что иное, как отсылка к американскому актеру и комику Биллу Козби, которого осудили за изнасилование. В номере Козби происходили неформальные встречи сотрудников Activision Blizzard во время BlizzCon 2013 года. Как отмечают бывшие сотрудники компании, там собирались преимущественно мужчины. И если приглашали девушек, то понятно для каких целей. Кроме того, Катаку опубликовали скриншоты переписок, на которых в номер приглашали горячих девушек. На фоне всех этих скандалов Activision Blizzard столкнулась с тем, что из студии уходило очень много ценных кадров и просто каких-то обычных сотрудников, но также уходили очень ценные кадры, так называемые ветераны, которые в студии были уже очень-очень давно. Помимо Алина Брека, из компании ушел исполнительный продюсер Overwatch по имени Чокусони. Достаточно великий человек, на самом деле. Он не указал причину своего ухода, он написал просто, что работа в Blizzard была лучшей в его карьере. Сами сотрудники говорят, что это немного странно, об его уходе никто даже не мог догадаться, поскольку он был прекрасным человеком и его никогда не обвиняли в домогательствах. И он не значится в фигурантах дела. И это удивительно, поскольку для многих он стал настоящей опорой, поскольку из Blizzard уволился ведущий геймдизайнер Overwatch, Джефф Каплан. И он был 10 лет в студии, и многие люди опирались на Джеффа. Но после его ухода Чокусони стал настоящим отцом для многих работников. Он помогал и держал коллектив в каком-то нормальном рабочем состоянии. Так сказать, был опорой для всех. Непонятно, почему он ушел. Неужели он был как-то во всем этом замешан? Я в это с трудом верю. Но, скорее всего, он просто устал от всех этих скандалов, и решил покинуть тонущий корабль и отправиться в какую-нибудь тихую, спокойную бухту и там все это дело переждать. В итоге, через две недели после ухода Брека, Activision Blizzard подтвердила, что рассталась с руководителем команды разработки Diablo 4, с ведущим дизайнером уровней по имени Джесси Макрия, который также обвиняется в домогательствах. В общем, начался просто кошмар. Из студии уволили в итоге 20 ценных сотрудников, которые хоть как-то были связаны со всей этой мутной историей. В результате, Activision Blizzard решили переименовывать даже персонажей и менять двусмысленные названия ачивок в своих играх, объясняя это тем, что так будет лучше для всех. Одним из первых стал герой Overwatch по имени Джесси Макри, которого назвали как раз-таки в честь одного из ведущих дизайнеров уровней, Джесси Макрия, о котором мы говорили с вами ранее. В общем, это, конечно, просто бред полный и шиза, но что поделать? Activision Blizzard хоть как-то пытались получить очки доверия вновь и выставить себя в положительном свете. Как вы понимаете, это никак особо не помогало, и студия решила, что надо выплатить 18 миллионов долларов компенсации текущим и бывшим сотрудникам за дискриминацию. Но даже это не помогло. Работники студии призвали главу Activision Blizzard Бобби Котика покинуть свой пост. Петицию подписал каждый пятый работник студии. Все эти люди обвиняют его в создании особой токсичной мерзкой среды, игнорировании жалоб и непосредственно в самих домогательствах. Бобби Котик какое-то время отнекивался, мол, я ничего не знал, мол, я в шоке, мы это все исправим, но потом все оказалось намного проще. Оказалось то, что он знал. Он просто прикрывал всех людей, которые были замешаны в этой мутной истории. И стал он как-то подчищать все документы, удалять, так сказать, историю браузера, сжигать документы, которые подтверждали все факты, все обвинения. И это о многом стало говорить. Activision Blizzard резко превратилась из студии, в которой хотели работать абсолютно все, в мерзкую зловонную жижу, от которой всех тянет блевать. И это во многом заслуга Бобби Котика, поскольку на протяжении огромного количества лет он был во главе, и он не сделал ничего, хотя знал. Он все это скрывал, и спускал просто на тормоза, и не делал ничего. И сейчас пришел час расплаты. И это мы с вами коснулись лишь верхушки айсберга, поскольку мы сегодня не затрагиваем тему бана игроков за их политические взгляды, суициды работников из-за обстановки в коллективе. Это все про Activision Blizzard, но сегодня мы не будем говорить об этом, поскольку тема ролика немного другая. Activision Blizzard на данный момент является компанией, которую выкупила Microsoft. Да, сделка еще не закончена, но, судя по всему, скорее всего, она закончится спокойно, и никто уже ее не сможет отменить. И в 2023 году Activision Blizzard перейдет под крыло Фила Спенсера, и мы с вами увидим рассвет этой компании, и изменение ее внутренней политики. Но это нас ждет в будущем, в 2023 году и после него. Но сейчас можно уверенно сказать, что все эти скандалы очень сильно повлияли на Activision Blizzard, и Overwatch из-за всех этих проблем и разработки второй части столкнулся с проблемами в поставке нового контента. Нет новых героев, нет нужных патчей, нет новых карт, и постоянно повторяются уже два года подряд, по-моему, если не более, одни и те же ивенты. То есть игра, по сути, просто идет уже, как бы, движется по инерции. И постепенно от нее отваливается все больше и больше игроков и киберспортсменов, которые как-то проявляли к ней интерес. И анонс второй части, он, да, он порадовал кор-аудиторию Overwatch, но преданные фанаты, которые раньше играли в Овер, и вся вот эта публика, которая следила за киберспортивной ареной, мы все сейчас смотрим и понимаем, что это то же самое. И нас почти, вот игроков, никто не услышал. Activision Blizzard сделают сюжетку, может быть, да, там, ПВЕ, вот этот режим, который кому-то зайдет и понравится, но мультиплеер, благодаря тому, что он бесплатный, да, он будет у всех, но... Вряд ли он сможет вернуть то величие Овервотчу, которое было у него давным-давно. Вряд ли у Blizzard получится вот в 23-м году резко выстрелить, восстать из пепла и сделать игру, которая переплюнет первый Овервотч. Я в это хочу верить, но верю с большим трудом. У компании большие проблемы, и у нее просто нет сейчас крутых кадров и специалистов. Все они ушли в другие компании с более подходящим климатом для разработки хороших проектов. И старая Blizzard уже давным-давно растеряла свое былое величие, и непонятно, что будет с компанией далее. Но я опять-таки думаю, что вот эта вот покупка дядей Спенсером, она, наверное, хорошо аукнется для всех, поскольку теперь Бобби Котик не будет самым главным. Бобби Котику придется отчитываться перед Филом Спенсером, который может, если что, прописать люлей. И я в это хочу верить, поскольку все-таки 70 миллиардов долларов это та покупка, после которой за компанией будут следить особенно тщательно. Это бешеные деньги, и их нужно как-то окупить. И выпускать плохие проекты, и продолжать, как бы, поддерживать отток ключевых разработчиков. У Microsoft точно нет такого желания. Я в этом уверен. Но поживем-увидим. На сегодня у меня все. Вот такая вот ретроспектива истории Overwatch'а. Мы с вами поговорили на тему того, что было с игрой, что с ней стало, и почему все пришло к тому, что, в общем-то, сейчас мы с вами видим в 22-м году. Если вам понравился такой формат, поддерживайте его лайком, ну и подписывайтесь на канал. Ну а у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся уже совсем скоро в новых видео. До скорых встреч. Пока-пока.